Всем привет, с вами Мимику, я продолжаю проходить маскарад. И как вы помните, мы после попыток и в принципе успешных разобраться с братством и встречи с учёным, поговорив с ним, как открыть анкарский саркофаг, прибыли обратно в Даунтаун, и я так понимаю, что здесь как минимум что-то случилось. И мы, кстати, вот... Да, мы можем пройти Клакруа. Прямо сразу. Но мне очень интересно посетить одно место, мне интересно посетить Штрауса. Потому что я с ним давно не общалась, и в принципе, возможно, он скажет что-то хорошее. Обо всём том, что сейчас происходит здесь. Где его дом? А, точно, точно. Вот его дом. Как вы помните, это глава Трэми. И он только нас всегда поддерживал, давал хорошие советы. Давал, кстати, годные награды, в отличие от Клакруа. И в целом не был каким-то говняком, что для нас. Поэтому давайте-ка к нему заглянем. Так, это, наверное, я туда немного свернула. А вот теперь я правильно нахожусь. Привет. Привет. Привет, новообращенная. Чем могу быть полезен? Мы можем обменяться словами, короче, ради? Конечно. Могу я покопаться в твоей подкорке? Что именно ты желаешь узнать? Слушайте. Ну, давайте спросим о Камариле. Нет. Нет, нет. Я не могу пока ничего у него спросить нового. Жаль. Жаль. Я думала, сейчас мы с ним поговорим нормально. Но не получилось. Хорошо. Тогда, в принципе, как вариант, мы идем сейчас... Черт. Я опять здесь оказалась. Интересно, а нельзя вот так вот 20 раз пройти и попасть в ту комнату? Вряд ли, конечно, так не получится. Окей. Идем вот так. Вот так. И вот так. Нет, все равно магия сработала. Окей. Вот так. Вот так. А, ну, в принципе, нам вот на двери... Ну, в общем, здесь не должно быть двери на этой стенке, когда мы поворачиваем. Хорошо. Хорошо. Выходим. Идем. Что это было за открытие двери? Они открылись и закрылись у меня. Как-то странно сейчас себя ведет игра иногда. Идем мы сейчас к Лакруа. Поговорим с ним о том, что происходит. Поговорим о том, что мы узнали насчет анкарского саркофага. В общем, будем, да, как всегда, докладывать, докладывать и докладывать. Хотя я не очень хочу ему вообще какую-то инфу давать. Честно. Вот. Не хочу. Мне не то, чтобы очень сильно симпатизирует Лакруа. Блин, а здесь нет никаких людей. Дело в том, что, посмотрите, направо у меня не хватает прям кровушки. И меня это расстраивает. Меня это расстраивает. Что-то игра немножечко подвисает. Вы заметили? Странно. Странненько. И я, как всегда, пошла в бар. К анархам. Не в ту сторону. Но это даун-таун. Здесь легко заблудиться. Кстати, в принципе, мы можем зайти к пише и отдать ей предмет. Один. Один. То есть выполнить одну часть квеста. Но вторую мы все равно не выполним. Потому что музей нам недоступен. Опять же, заранее рекомендую. Если вам прям так не имется, посмотрите все, что есть, связанное с квестом, может быть, в интернете. И только тогда выполняйте их. Потому что... Ну, спойлеры спойлерами, а какие-то нюансы, скорее всего, вы не поймете, пока один раз не пройдете игру. Но, с другой стороны, в этом тоже есть свой интерес. Как, например, я делаю, да? Не спойлеря себе ничего. Да. Твоя книга мертвых удава. Вочи Дальморте. Джованни никогда добровольно не делится своими тайнами. И я мало преуспела, пытаясь проникнуть в их крепости. Как тебе удалось заполучить ее? Первое, они никогда не узнают, кто у них был. И даже мне это неизвестно. Второе, где моя награда? Первое. Мне понадобится время, чтобы перевести ее и раскрыть ее тайны. И я должна покинуть этот город, чтобы не пересечься с оживаниями, ищущими ее. Вот, возьми теперь. Теперь мы в расчете. И, полагая, это адекватная цена, это ключи ламуты. Он селяет тужесть тех, кто хочет навредить тебе, и им становится труднее по тебе попасть. И да, не стоит заблуждаться, наша разделка не сделает нас союзниками. Если мы встретимся вновь, не проси меня о каких бы то ни было одолжениях. И все-таки дам тебе последний совет, уходи из города. Это его последние ночи. Диссонанс стремительно растет, и я чувствовала такое раньше. Первое, да. Оно нависает над нами, как тяжелое яблоко на тонкой ветке. Второе, можно прыгать высоко, но все равно не перебороть притяжение. Прощай. Третье, этого не избежать. До свидания, вдова. Первое. В ноябре 1938 в Германии, в Лейпциге, я занималась переводом документов, переписываемых чернокнижнику эпохи крестовых походов. Там я тоже ощутила надвигающийся хаос. Вскоре последовало Кристалнахт, начало новой мировой войны. Первое. Да, можно прыгать высоко, да. Хорошо. Что ж, что ж. Отличненько. Отличненько. Я думаю, что мы уже увидимся с вами у Лакруа. Все-таки интересно, что же послужило причиной таких обломков. Может быть, какой-то взрыв или еще что-то. Вон даже там за забором они валяются. Прям... Странно. Странно это все. Может быть, нам что-то наш любимый пончик расскажет. Не знаю. Ой. О! О! Нифига себе. Это охотники за саркофагом сейчас были? А-а-а! Бедный пончик. Ты жив? Что это? Что это? То есть, в принципе, все так более-менее, конечно, спокойно. Кнопочка, наверное, для того, чтобы вызывать лифт была все это время. Который он нажимал. И мы поднимались к Лакруа, если помните. Блин, я надеюсь, что пончик жив. Я не хочу, чтобы пончик умер. Ладно. Давайте осмотримся везде вокруг. Посмотрим, что тут. Мало ли, какая дверь у нас еще откроется. Да нет. Нет, они открываться не будут. Ах. Нифига себе. Что это сейчас было? Ты почему... Ты что это? Что ты со мной сделал? Что меня прямо отшвырнуло. А ты почему бессекстурный? Почему кровь сверкает? Окей. Я буду думать, что это все из-за улучшенной графики. Блин. А, ну я дважды, получается, нажала на кнопочку. Поэтому не сработало, видимо, так. Сразу, как надо. Ну. Есть. Ручка нам показывает, что это нужный лифт. Пентхаус. Да, пентхаус. Что, здесь никого нет вроде? Ты всегда можешь рассчитывать, что Шабаш совершит ошибку, стремясь к праведной цели. Они безрассудны, но обычно стараются не привлекать столько внимания. Их неосмотрительность заслуживает рассмотрения. Надеюсь, это не заразно. Первая Шабаш? Чего? Полагаю, мне надо сначала переговорить с князем. Вернусь через минуту. Окей. С кем они, по их мнению, имеют дело? Опасть на меня в моем собственном здании? Они безрассудны. Они лишь показали свою слабость. Последняя отчаянная попытка умокнуть трофей. Первый действительно. С кем? Ха-ха-ха. О ком ты говоришь? Второй, здесь всюду отпечатки черных рук. Эм, первое. Шабаш. Стая болванов с дешевыми пистолетами. Все, что они смогли насквести. Парочке удалось добраться наверх, но... И о них позаботился. А мой шериф вестибюле познакомил оставшихся с последней смертью. Шабашевские животные. Первый, ты плюнул на них с крыши? Или почему они напали? Второе, прощайся, Шабаш. Теперь мы можем сосредоточиться на величайшей грозе. Солнце. Ха. Первое. А ты подумай. Таковы устремления любого сородича в этом городе последние пару ночей. Ангарский саркофаг. Их ввели в заглуждение, будто бы в саркофаге лежит спящий древний, их самый желанный деликатес. Диаблеристы. Хм. Вам по колу? Как кто-то может пить этот сорт? Второе. Диаблери. Это слово для меня загадка. Ммм. Давайте первое. Дурная слава Шабаша в немалой мере является следствием их увлечением Диаблери, то есть высасыванием крови других сородичей, особенно старших, пока те не умрут. Диаблеристы получают силу тех, кем кормились. Камариль и подобное деяние наказываются смертью. В данный момент мы сманипулировали прессой, чтобы объявить сегодняшнее событие нападением террористов. Их бойцы для меня, может, и не опасны, но их угрозам и скораду неоспорима. Будучи моим лучшим агентом, полагаю, ты можешь предугадать мои дальнейшие действия. Первое. Я князь, и мои слова шериф. Изничтожь Шабаш в темпе. Второе. Для этого есть твой монстр, и я могу сломаться под тяжестью Шабаша. Третье. Они обидели меня младенца, но теперь я возвращаюсь в песочнице с кожаным ремнем. Ну... Первое. Он должен оставаться здесь на случай повторного нападения, а также чтобы охранять саркофаг. И в данном случае мне нужен кто-то с твоим хладнокровным, чтобы гарантировать успех. Шабаш был угрозой нам обоим уже слишком долго. Первое. Из какой норы выползает Шабаш? Второе. Я хочу награду ту, что зеленее салатных листьев. Третье. Хороший розыгрыш. Достойный кого-то из нашей крови. Ну, он сейчас про награду опять, скорее всего, за динамит. Давайте первое. Шабаш нашел убежище в отеле Hello Brook, прямо у нас под боком, здесь в Даунтауне. Убей их лидера, оставшийся улерот из города. Это будет последним разом, когда они ставали свой нос в Лос-Анджелес. Пока ты не ушла, Беккет рассказал мне, что ты была в обществе Леопольда. Ты выяснил, как открывается мой саркофаг? Первое. Ага. И второе. Я отвечаю на вопросы лишь за награду. Вот на самом деле он ни разу нас не наградил, поэтому давай-ка, да, награду. Возьми свои деньги. Так что тебе удалось выяснить? 300 долларов за это все? Ты серьезно, за всю игру мне дал только 300 долларов? Чудовище! Мне в баре дают, а то больше выручки. Исчезнувшая коробка с Дэйн. Внутри нее ключ от старого ящика. Ключ? Где? Он у тебя? Первое. Не, но у меня получилось убить попа. Ведь Бах был попом, верно? Второе. У меня нет ключей, но мне удалось открыть дверь в иной мир для Баха. Первое. Тебе не только удалось проникнуть в общество Леопольда, но и убить их величайшего охотника. Определенно, ты превращаешься в легенду. Великолепно. Кто за тебя? И за победу над Шабаршем. И за Баха. Пусть судьбы всех его потомков будут подобны его собственной. Первое. Он был препятствием, которое не получалось обойти. Как и Шабарш. Второе. Если охотники дрожат кровью, пусть держат ее подальше от меня. Как и Шабарш. Первое. От Шабаша надо избавиться до рассвета. Затем, когда вернешься, мы начнем охоту за ключом. Так точно, сэр. Ну, кстати, вот это вот оружие интересное здесь лежит. И он им пользуется? Или как? Как-то он не боится совершенно за его сохранность. Давайте поговорим с ним. Это мы уже слышали. Первое. Все это имеет слишком много смысла. Я не понимаю. Второе. Слова-слова. Мои руки уже полны решимости стереть их с лица земли. Первое. Царь Шабаша основит гиену, что вполне совпадает с моей. Хотя они предпочитают более витиеватые и насильственные и зверские методы. С другой стороны, Каморилла полностью отвергает веру, или, может, такова линия партии. Первое. Ты принадлежишь к братству Лакруа. Второе. Ты один из шумных детей, сбежавших от Камориллы. Третье. Твои руки черны. Но черные, я так понимаю, это Шабаш. Эм... Давайте первое. Я сородич. То, как другие называют и определяют себя, касается меня только в тех случаях, когда связано с местными обычаями. Индивидуализм, путь, чреватый препятствиями, иногда толпами недовольных. Но, несмотря на все трудности, это единственный достойный путь. Первое. Хм... Поразмышляю над этим, когда пустошу ряды моих врагов. Второе. Кстати, раскопки в мозгу профессора проведены. Давайте вот второе. И что сказал Йоханссон? Первый вопрос, как открыть ящик, ответ ключом. Что я выиграю? Второе. М... 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 Мастерах. Ассирийский владыка. Вот кто внутри. Боюсь, что он... Мертв. Третье. Ла-ма-шту. Ярлычок на коробке. Ха-ха-ха-ха. Ну, давайте второе. Ассирийское происхождение. Мне рада убедиться, что не потеряла хватку. Что касается Мессераха. И то я поищу о нем подробности. Посмотрим, что смогу найти. Эм... Про... Ярлычок на коробку, да. На коробке. Ла-ма-шту. Она была одним из воплощений лилит. Они символизировали сильную женщину и угрозу, которой сильвизли общество, управляемое мужчинами. Довольно странно, что ее фигура высечена на царской могиле. Первое. Ну, давайте, да, про как открыть ящик ключом. Замок и ключ. Изобретение столь же древнее, как жадность. Следовало догадаться. Все, что нам необходимо сделать, это выявить победителя в этой бессмыслице и, полагаем, станет обладатель ключа. Окей. Первое. Ты получила от меня внутренности. Сможешь по ним найти сердце? Это подтверждает мое собственное наблюдение. Надо еще кое-что проштудировать. Быть может, откопается какая-нибудь информация о Мессарахе и Мифиламашту. Уверен, что ключ скоро найдется. Спасибо за информацию. Я это ценю. Хорошо. Отправляюсь очищать жилы этого города от крови Шабаша. Вы узнали побольше о Беккете. Хотя, вы знаете, мы можем еще с ним поговорить. А, блин, не можем. Ладно. Ладно. Хорошо. Мне интересно, сейчас Шабаш-Хлубрук-Отель. Хлубрук-Отель. Блин. А это же где-то было. Это было, по-моему, даже не через тактиста. Интересно, интересно. Где-то, где-то это было. Хотя нет. Может быть, это было и через такси. Я точно не скажу. Но, тем не менее, тем не менее. Давайте посмотрим. Моя тело не слушается. Меня отвези его. Окей. Окей. Да. Ой. Не туда. Где это находится? Блин. Не то нажала. В Даунтаун. Старый, выгоревший отель Хлубрук. Давайте его найдем. А, ну, в принципе, вот он. Ха. Значит, вот те проходы, скорее всего, были к ним. Ну-ка, давайте посмотрим. Какая красота. Прямо для нас подъем сделали. Прекрасно. Прекрасно. Нет, на самом деле интересно, что там будет дальше тоже. Но у меня немножечко планы насчет этого всего собственное. Ну, криминальные нарушения. Я его не очень боюсь. Потому что... Что-то на меня много людей сразу же захотело напасть, да? Блин. Не успела. Ну вот. Полиция ищет. Это шикарная фраза. Мне нужна кровь, потому что, ну, какая битва с Шабашем, блин, без... Испитие каких-нибудь сладких, теплых напитков. Хотя, наверное, касаемо крови, если бы мне пришлось пить, возможно, все-таки холодную, было бы лучше. Я, в общем, не заметила, как-то у меня инвиз, оказывается, кончился. Меня могут увидеть. Это вот этот, что ли, человек? Не, ну ладно. Ну ладно, я, в принципе, решила свою проблему. Другое дело, что мне нужны еще кровушки найти. Да. Больше кровушки. Больше кровушки. Ну, кстати, интересно, что меня-то полиция ищет. Но при этом все равно граждане ведут себя относительно спокойно и не пытаются меня убить. Каким-то, знаете, с кубом. Вон, еще один куб, который тоже очень хочет со мной познакомиться. О, кстати. Отличный мужчина, я считаю. Сочный, хороший мужчина. С этой игрой превращаешься в итоге во что-то аморальное, потихоньку, знаете? Окей, и закончился мой инвиз. Я надеюсь. Все, хорошо. Полиция сдается. Ну, как в звук, вот, как в старых ролевых, знаете? Что ж, я, знаете, что я сделаю? Конечно же, у нас такой получился выпуск, по большей части, болтология. И мы мало что реально сделали. Но следующее задание, скорее всего, будет каким-то длинным. В принципе, сейчас, наверное, пойдет серия каких-то длинненьких таких выпусков. Я буду стараться их дробить по максимуму. Потому что, если сейчас я продолжу пойду в этот холобрук отель, я не помню, сколько примерно он сам по себе занимает по времени. Возможно, еще где-то час. И, в общем, это будет фиговенько. Поэтому увидимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Всегда интересно пообщаться. Всем пока-пока и до встречи.